Он самый лучший, самый внимательный, самый умный и привлекательный, он Дима Билан. Господи, он слышал это? Знаешь, я сегодня обновляла, у меня 36 человек. 36! И надо же со всеми успевать хотя бы как-то. Ну там, знаешь, это не только блогеры, это мы работаем. У нас с моим партнером есть свое агентство, называется оно МЕРТ. Маркетинг, пиар, консалтинг, СММ. Поможем всем! Заходи! Только что лозунг, мне кажется, придумала. Не особо креативный, но ок. Вот. И мы работаем с артистами, с блогерами крупными. Мы работаем с врачами. Ту-дум! Мы работаем с клиниками. Легче, наверное, понятнее работать с, вот, наверное, с врачами. Почему? Они же с юмором, да, наоборот, все говорят? Ну, они, безусловно. Значит, блин, у нас такие индивидуальности вообще. То есть они все не похожи друг на друга, они абсолютно разные. Они такие интересные люди. Их не так много. Но суть в том, что, ну, как бы люди, видимо, у них есть какая-то такая прям самодисциплина. Они вообще понимают, что, почему. Вот. В принципе, артисты тоже понимают. Но в артистах, наверное, вот это вот... Детская какая-то, да? Нет, нет, нет. Ну, я же... Да, я артист. Я. Как бы каждый, да, я. И, то есть, ну, есть такие придирчивые, кто там, вот, на две минуты опоздал. Вот, ты меня не встретила. Ты там, да, 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 вот это вот все. С блогерами другая история. С блогерами... Знаешь, блогеры привыкли, что они, как бы все в них нуждаются сами. Что они сами СМИ, да? И когда ты пытаешься объяснить, что вот, а вот, ну, вот это нужно сделать вот так и вот так. Потому что это приведет вот потом к этому. Потому что у меня-то есть уже все в голове. Я проматываю, я понимаю, что если я сейчас познакомлю сюда, мы сходим на эту вечеринку. Там познакомлюсь с тем, а это может вывести туда. Ну, то есть, у меня идет мысля. Вот. А они типа, блин, что я туда пойду? Там, типа, нет. Там, нет. Грубо говоря, Даня Милохина, да? Ну, типа, нет. Все же хотят только с ним общаться, да. Типа, там не топчики. Да, блин, не в топчики. Ну, топчики они, топчики быстро падают. Очень часто, мы знаем, да? Невероятное количество примеров. Тут основная мысль такая, что, во-первых, надо знакомить с нужными людьми. Конечно. Вот в этом я, наверное, спец. Спец, да. Вот знаешь, вот ты говоришь, как меня назвать. Наверное, я коммуникатор. Просто. Коммуникатор. Да, звучит очень круто, если честно. Да. Как координатор, только, мне кажется, намного круче. Да, да. Я когда в Билан работала, он мне придумал должность координатор. Что звезды на карантине делали? Сидели, общались в этих... В прямых эфирах общались. Да. Прошлый двадцатый год, он невероятный. Кайфанул? Он столько всего изменил вообще просто. Какие у тебя изменения были? Вообще. Ну, я типа заработала такой первый раз крупную сумму. Прям вот мне просто ее привезли. Пшух. Типа я сделала там некоторые... Ну, ничего незаконного как бы. Через офшор. Вывела небольшую сумму, так нормально. Нет, нет, просто я как бы сделала свою работу, и типа бах, и мне прилетает приличная сумма. Прям наликом, знаешь, мне привозят пачку. Подожди, это курьер принес или что? Ну, неважно. Яндекс.Деньги, блин, или что? Яндекс.Деньги, да. Подожди, кто это привез? Ну, я не могу рассказать. Ну, курьер какой-то или что? Ну, люди от человека. Ты убила кого-то или что? Люди от человека. Кого там, какой звезду-то заказали. Да нет, нет, нет. Ну, так получилось. Просто мы... Что я должна сказать? Блин, колись. Да нет, никого не убила, никого не убивала. Нет, мы просто делали... Это деньги в сети. В начале пандемии пошла тема на круговые. Есть гивы. Есть один условный пользователь в инстаграме, да? Блогер. Блогер, да. К нему в подписке закидываются... Там 30 человек, они скидываются бабками. Да. И этот блогер делает конкурс. Да. Типа подпишитесь на меня и на этих всех... Блогер получает свой гонорар. И плюс, ну, покупает подарки. Либо организатор закупает подарки, там, айфоны, деньги. На самом деле, это реально все правда. Люди действительно все выигрывают. На самом деле, ну, прикольно, типа. А задача подписчиков, соответственно, подписаться на всех этих чуваков и потом разыгрывают эти подарки. Это гиф. А круговая? Первый круговой мы делали 7 известных блогеров. Мы собрали вместе. То есть у всех большая аудитория, да? Прям большая, прям вот топчиков. Там за миллион, например. Ну, типа, мы прям звонили, вот мы это делали совместно с Хелин и Ес. Да. Мы прям звонили, типа, блин, ребятам там объясняли эту систему, потому что никто не понимал, думал, что это какой-то развод. А потом, когда мы это сделали, и каждому пришло по миллиону 200 подписчиков. Офигеть. Каждому из этих семи пришло по миллиону. Да смотри, в чем суть. Ты как бы соберешь, ну, как мы сделали просто, там, 7 известных блогеров топовых. То есть они скидываются денежкой, буквально причем там по 100 с лишним тысяч, для того, чтобы купить подарки. Ну, это мелочь для них, да. Организаторы ГИВа, потому что они не понимали, как работает круговой. Да. А мы на тот момент уже понимали, и мы такие, типа, с Хелин, да, мы сейчас сделаем. И мы реально сделали самый крупный круговой в России. Сколько очень? Миллион 200. Каждому пришло подписчиков. Это очень много. Очень много. Мы охренели. Про менеджерство хотел поговорить немного. Именно менеджеры и вокруг куколы и так далее. Зачем артисту менеджер? Помогать разбирать вот этот огромный входящий поток. Особенно, когда артист стреляет со своим треком или вообще, в принципе, со своими видосами, если мы берем блогеров, соответственно, «А, блин, капец, она нам нужна!» И все такие, «А приходите к тому, а прорекламьте это, а сделайте то!» И типа, «А блогеру-то надо контент снимать?» Люди же сидят такие, «Еще!» Или, знаешь, типа, «Ой, блин, уже надоело одно и то же выпускать!» Типа, да, типа, и такие, «Е-е-е-е, суперкруто!» Лиснули и забыли. А ты, типа, а ты как бы думаешь, «Блин, надо же дальше генерить контент!» А я там уже поджег человека какого-нибудь, да? Да, 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 да. Вот. И блогер как бы, ну, и артист, то же самое, как артист должен в свою музыку, в свое творчество вкладывать время, а не сидеть, что он будет сидеть. Да-да-да, здравствуйте, да, сейчас номера машины скину, фио! Вот это все, ну, типа, у тебя должен быть твой человечек, которому ты доверяешь. Важно ли, чтобы артист и менеджер, условно, были друзьями? Или не всегда так происходит? Да, ну... Даже ты говорила, помнишь где-то, что если мне человек неприятен, там, я не смогу с ним общаться или работать? Я такой, блин, в целом, наверное, это правильная позиция? Ты прямо прошарил мой инстул, прямо прослушал тебя. С другой стороны, с другой стороны, есть же наверняка менеджеры, которым приходится работать с звездами, которые, ну, не очень любят. Ну, мне кажется, это недолгий союз. Недолгосрочный, да, какой-то. Ну, типа, блин, вы же должны друг друга зажигать, у вас же одна цель, вы же такие, типа, блин, мы вместе вот в этом злостном периметре шоу-бизнеса, да мы сейчас, блин, порвем, мы крутые. Может менеджер или пиар-директор продвинуть так себе артиста? Ну, слушай, ну, встречаются, да, мы же ходим на эти все вечеринки, видим, ну, типа, объективно там неплохое мероприятие, серьезные люди, и, типа, выходит какая-то, типа, вот прям, зачем, для чего ты это делаешь? Который микрофон наоборот держит, да? Ну, да, мы видим, да, да. Мы там гимн клуб друзей записывали, да. Он самый лучший, самый внимательный, самый умный и привлекательный. Он Дима Билан. Господи. Он слышал это? Конечно, он мы выиграли. Безумно талантливый, очень веселый. Короче, Дима, ты просто клевый. Он наш хулиган. О, Господи, так смешно. Да, прикинь, есть это все в сети, есть. И мы реально выиграли, блин, это круто. И нам присылали, показывали, как он смотрел. Там фотоконкурс был, нереальные, кстати, фотки. Очень крутые. Я тебе закончу, я тебе покажу. У меня есть видео, вот я ездила в Краснодар, как раз они у меня висят на стене, я их сняла. Это очень крутые фотки. Даже сейчас прям реально крутые. И мы, помню, да, выиграли тоже. В 56 градусов жары. Самый был жаркий зафиксированный день в Краснодаре. И мы в поле, в свадебных платьях. Там такая концепция. Прям в поле. Рожь, жара, ноги режет. Пот. И ты в этих свадебных платьях держишься и бежишь. Дима! Ну там, так, я тебе покажу, ты поймешь, о чем речь. Ну, короче, там вышло очень клево. Это настоящие эмоции. И мы выиграли. Короче, мы очень много призов выигрывали. И мне приходили посылки, прям, знаешь, в Титеровку. То есть я прихожу на почту в Титеровке. Это будка какая-то, да, видимо? Ну, такая небольшая, да. Я говорю, мне там посылочка на такой-то адрес. Они такие, да-да-да. И они прям берут такие, о, это вам, да? А там, ты же понимаешь, Анастасия Галкина от город Москва, от Димы Белага. Единственная чистая коробка была, наверное, там. Что еще раз? Единственная чистая коробка. Почему чистая? Не понимаю. Анжела, почему ты смеешься, а она не смеется, я не понимаю. Ты поняла шутку? Да. Ну? Да, я... Единственная чистенькая коробка, типа, из Москвы, из Белана, остальные там всякие в грязи. Ну, в этом плане. А-а-а-а-а-а-а. Нет, просто, ну, это важная часть. Ты, типа, спрашиваешь, как ты попала. Закончила отношения и переехала в Москву. Вот, это было прикольно, интересно. Шесть лет назад. Вообще, типа, такой еще зимой, понял? Короче, вообще. Я тоже зимой переезжал в Москву. Тоже зимой? Да, только три года назад. Вот эти, чтобы я понимал, а я собрала все. Я, типа, я не то, что, знаешь, как люди нормальные, там, ну, есть у них там несколько чемоданов. Ну, я с одним чемоданом, да. Нет, я все собрала из дома. Посуду тоже, что ли, забрала? Знаешь, типа... Постеры Белана. Да нет, это все, это все нет. Это все вот так красивенько висит, кстати, да. Это теперь такая моя комнатка, она маленькая такая, без двери, она кладовка, типа, сейчас. Это светилище называется, да? Белановское светилище. В завалах всяких этих коробок. Да, да, да. И одна чистая, как ты сказал. Да, да, да. Естественно. Ты как в воду глядел. Так и что. И, короче, да, я переезжаю, мы таки с девчонками живем вчетвером в квартире, такая у нас идиллия, клевая, там. Я работала в Краснодаре официантом и зарабатывала, кстати, гораздо, ну, прилично за счет чаевых. Я могла подойти к столу, да, который я обслуживаю, там, поход лунной дорожкой, например, там что-то ха-ха, там как прикольно, и людям нравилось. То есть они возвращались к нам. Вообще недавно классную мысль услышал, что рестораны хорошие, держатся на официантах. Да. Конечно, обслуживать. Официанты 90% успеха в ресторане. Ну, конечно, не вкусная еда тоже должна быть. Понятное дело, мы даже, знаешь, иногда бывает, что, когда невкусная еда, например, то официант может вывести. А, ладно, ребятки, ничего, хоп-хоп-хоп. Что-то там повеселило и все. Конечно, каких только ситуаций не было. Помню, пришла в ресторан, только, значит, устраиваюсь, меня ставят стажером. Я тут в Москве уже на Лубянке. Я думаю, я работаю на Лубянке. Похер, в каком-то ресторане, но на Лубянке. Пофиг, пофиг, что в пивнухе, да? Я помню, какой-то огромный поднос. Вот не то, что там просто обычно как-то там несешь на руке, а прям огромный такой поднос с кучей грязной посуды. И я, значит, должна со второго этажа спуститься. Естественно, я прям иду, и просто нахер все летит. Весь ресторан на ушах, потому что... Твоя зарплата летит уже. Нет, а я только пришла. Типа стажер, я сейчас отсюда уволят, а я же, блядь, на Лубянке. Ты понимаешь, нельзя обратно куда-то. Я не хочу работать в птичах и в кузьминках. Да, да, да. Потом я ухожу из этого ресторана, иду в другой. Здесь, в Москве, там тоже работаю. И помню, четко помню, 8 марта. Я поднимаю, думаю, блин, я же приехала сюда не для этого. Я же, вот мне же надо... Чего я время-то трачу? Мне уже там 22, наверное. 22, 23, не знаю. Думаю, блин, ну что-то как бы пора бы уже... Что-то как-то задницу свою поднимать. И я прям 8 марта отрабатываю в ресторане. Нам дарят вазу, помню, пацаны, ребята. Ну вот, я до сих пор в этой вазе стоять. То есть ты из этих же людей, которые, знаешь, ждут, девчонки 14 февраля, от парня подарок, и потом расстаются. Ну, знаешь, если это можно в этом плане применить, то окей, давай. Знаешь, что самое интересное было? Когда 8 марта, вот этот ресторан, я вспомнила, там был клевый охранник, но мы все дружили. Гостей там было немного, потому что это был новый ресторан. И вот последний день, 8 марта, значит, нам подарили эти... Мой последний, в смысле, рабочий, подарили эти вазы. И, значит, этот охранник, он говорит, я когда ухожу уже, все, говорю, пока, ребята, все. Он говорит, Настя, там ложки, вилки, тарелки, что-то надо тебе. И он говорит, давай, типа, я ничего никому не скажу, бери. До сих пор у меня 4 эти тарелки. Я сохранила. Конечно. А ваза? Ваза. У меня цветы стоят, вот принесла позавчера, поставила свежие. Короче, все в дом, да, тащишь? Да, конечно. И вот, ты не представляешь, как меня выручили эти тарелки, эти вилки, что там еще было. Ложки, вилки, тарелки. Они, ну, хорошие, дорогие такие, знаешь, приличные. Но суть в том, что, блин, прикинь, то есть и вроде как бы и не украла, и вроде как бы и он подарил, но подарил не свое. Надеюсь, они не будут этот подкаст смотреть. Ну, а и... Настя, у нас как раз недочет. Четыре вилки. Да нет, уже закрылся. Богут, этот ресторан давным-давно. Ради тебя одну уборщицу уволили, думали, одна. Ну, типа, а что? А вот, ну, интересно же послушать вот эти вот всякие штучки. Ну, да, конечно. Я люблю об этом рассказать, мне не стыдно. А ресторан-то уже больше нет, и неизвестно, где все остальные тарелочки. Да, да, да. Может, уже давно их разбили и выбросили. Я, кажется, их охранник распродал все. А может быть, он, слышишь, разбил, и я из-за сколков слепил вазу и подарил ее дальше. Короче, ты свалил после 8 марта, да? Да, иду, работаю на съемки этой рекламы. Значит, тут уже артисты, уже Мигель и Егор Дружин, я такая, нифига себе. А мне повесили микрофон, типа, я в рацию такая. Так, так, начинаем, подойдите. Я думаю, офигеть, круто, вообще. А я на стажировку, то есть, мне никто за это платить не будет. Но я вообще... Развяжусь, да, самое главное. И тут меня отправляют просто работать на 5 концертов Филиппа Киркорова в Кремле. В Кремле. 5 концертов. Мы, ну, на тот момент, то агентство, в котором я работала, они подобрали танцоров для всего. Шоу было вот с Франко Драгоны. Невероятно. Вот, я не знаю, катает Филипп его еще сейчас или уже нет. Может, у него уже другая программа. Вот, но... То есть, там огромное... Ну, не знаю, сколько танцоров. Там 25 человек, наверное. Вот мы, значит, отвечали за этих танцоров. Все, что связано вообще с организацией, с продакшеном всего шоу. Я, естественно, вообще не поняла, что значит слово продакшен. Но я, типа, уже работаю. Вот, ты понял? Вот. И я, значит, с этими танцорами. Я им... Во время там концерт идет, то есть, им надо срочно переодеваться. Я помогала им переодеваться. Что-то там в плане одежды. У меня даже было два помощника. Мне дали два помощника. То есть, я уже такая... Я сама только пришла. Я за кулисами Кремля, значит, у меня есть штаб. Сразу власть появилась, да. Да, у меня штаб. И у меня еще два помощника, которые реально... Ну, мы клево проводили время. Я даже попала в документальный фильм, который на первом канале показывали. Филиппа Киркорова. Филиппа Киркорова. И я там на... Там сзади пара ци. Нет, меня попросили, типа... Там песня была какая-то его, ну, Филиппа. И я по столу ползу, там вообще там волосами, там под эту песню. И они из всего из всего нарезали прикольный вообще... Блин, надо будет глянуть. Да, прикольно, очень прикольно. Блин, круто. Вот, и, значит, я работаю пять концертов Филиппа Киркорова. Интересно, почему меня уволили? Ну. Что-то, неужели перья не донесла ему? Нет, прикинь, классно отработали все. Естественно, за эти пять дней уже все друг друга в лицо знали. Там с помощником-водителем, там, Филиппа Бедросовича. Ну, как бы все там, эй-эй-эй, там, нормально. Получается, последний, пятый концерт, ошеломительный успех у всех концертов. Потрясающе, на самом деле, ну, шоу масштабно, красиво. Народ просто, а-а-а-а. Вот, и это все, ты за кулисами, там тоже за кулисами целая история происходит. И я как бы так еще отдельно за этим всем наблюдала. Вот. И получается, я завожу огромную такую телегу с цветами. Уже концерт закончился, все, завожу телегу с цветами. И вот все девочки-танцоры, я же за них как бы отвечала, я им помогала во всем. А мне, ну, вот, водитель или помощник, я не знаю, кем он работает, чтобы правильно сказать. А он мне говорит, Филипп Бедросович сказал всем девочкам-танцорам, пусть выберет по любому букету и берут себе, как знак благодарности. А девочки все там, ну, худенькие у них там, ну, костюмы, чтобы не зацепить ничего, и я начинаю им помогать. То есть я там копошусь в этих букетах. Там она, ой, а мне вот этот я там одной, второй всем раздала. Все-таки все довольны. Я говорю, все. И мне говорят, Настюш, ты же тоже бери себе. Я говорю, да я, что, типа, нет. Бери, 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 бери себе букет, выбирай. Я говорю, ну, ладно, раз, выбрала, ну, там, не супер, там, взяла, и все, пошла, отнесла в штаб. Положила, и все, вышла такая, обратно стою, значит. И подходит ко мне, оказывается, руководитель агентства нашего, а я на тот момент, и только с ним в этот день познакомилась, хотя уже две недели работала в агентстве, мы с ним не виделись ни разу. Где-то он отсутствовал, не было его в Москве вроде бы. Вот, и тут, и он такой, типа, сзади подходит, говорит, в нашем агентстве, типа, пиздить букеты никто не будет. Что-то такое. И я говорю, да я уже, а я, значит, такая зеленая, ну, что, первая моя работа. Может, они узнали про вилки? Да нет. Добрый вечер. Добрый вечер, вечерок. И все, и меня слили. Я пришла еще несколько дней, поработала в офисе, и как бы что-то мне такие, ну, сейчас не надо пока выходить там попозже, ну... Расстроилась? Конечно, конечно, расстроилась. Знаешь, сколько у меня еще таких ситуаций было? Хотя увольняли? Угу. У меня был период, сейчас я к этому приду, жесткий период, просто. Я работаю три месяца, меня увольняют. Следующая работа три месяца, меня увольняют. Следующая работа три месяца, меня увольняют. Это все с артистами, да? Ну, это уже пошло, да, сейчас мы уже все пошли в шоу-бизнес с тобой, то есть мы уже не вернемся к вилкам. А из-за чего? А кто бы знал, никто не объясняет. Понял? Типа такие, Настюш, ну ты клевая. Ну. Я говорю, а вы можете мне объяснить, ну, в чем? Говорит, чтобы я проанализировала. То есть я не истерю, никаких претензий, это ваше решение. Окей, но объясните. Настя, посмотри по карманам, у тебя там ложки, вилки, блин. Ну, что ты меня, все, я тебе буду больше рассказывать таких подробностей. Да нет, смешно, на самом деле. Ну, он сам подарил. Я не крала, не виновата я, он сам подарил. Я пока полицию вызвал, не вначале. Да, хорошо. Спережив был. Хорошо. Я же коммуникатор, я с ними договорилась. Да, сам, Влад, я еще тебя посадил. Вот тут я прихожу к Билану. Ну, не я прихожу, а так, не буду, да, прям подробно. Но помог очень хороший человек, ты тоже его знаешь. Знаешь, так сказать, прям вот как-то таким триггером послужил вот в этой нашей теме. Я, насколько я знаю, Дима не хотел меня брать на работу. Так получилось, что я этому человеку сказала, что вот я сейчас как раз таки... Вообще, ты Дима не хотел брать? Ну, как мне, он сказал, что я слишком творческая и самодостаточная, и мне нужно само развиваться, чтобы... Слушай, возможно, он будет прав. Был прав, да, был прав, и я знала, что он прав на самом деле. Но мне очень хотелось, мне так нравилось, было так интересно. Вот, и в итоге, ну, меня взяли, мне придумали, так скажем, вот, того самого координатора. Вот, я общалась с поклонниками, гастролировали по стране, я снимала концерты, делала встречи с поклонниками, какие-нибудь интересные штучки, дрючки там. Но не просто там, что все было так цивилизованно, там Дима выходил и спокойно общался, то есть не было там автограф или там сфоткаться. Нет, прям вообще кайфово. Были такие, знаешь, куларные встречи с артистом, да такие прям, то на полчаса, то на час, прям так клево. Ну, то есть, и там Дима на тот момент, я думаю, что кайфовал, ему прям прикольно было это все. И клево мы так поработали, прям душевно, вот, но потом вот разошлись. Вот, ну, он немножко там взял курс другой, ну, клево. И действительно, и я, значит, наконец-таки вот этот, как бы переступила вот эту всю историю. И дальше села, такая взяла себя в руки, говорю, так, Настя, прими, правильно. Я запуталась. Ну, прикинь, я с детства, наверное, хотела работать в шоу-бизнесе, я не понимала, кем я хочу работать. Ну, как бы, вот этот мой проводник Дима Билана, я думаю, блин, клево было бы работать с Димой. И все, я взяла себя в руки, такая, помню, прям села там в старой квартире, вот так вот смотрела в стену, говорю, Настя, пожалуйста, хоть раз в жизни прими правильное решение. Я прям произнесла эту фразу, пожалуйста. И я принимаю решение пойти работать в агентство блогеров. На тот период, представь, после Димы Билана я иду в агентство блогеров. Кто эти люди? У них по полтора миллиона подписчиков, ну, я вообще их не знаю. А мне же так нравится сцена, музыка, вот это вот вся закулисная там, именно музыкальная деятельность, а тут блогерство. И я, ну, короче, как-то я влетела, влетела, мне понравилось, я начала там пиар, мне объяснили вообще, что такое пиар. То есть, чтобы ты понимал, пиарщиком я работаю три года вообще в этой сфере, всего лишь. Практически даже. Типа это немного, да, считается? Это вообще немного. Вот партнер, с которым я держу агентство, она лет 12 в этом, понял, да? Вот, но это не мешает нам вместе, то есть я такой более молодежный пиарщик, такой коммуникатор. Она больше по схемам, да, всякие. А, да, по схемам, там, чё, как, ну, мы находим, как это всё красивенько, коллаборировать. Вот какие тебя артисты бесят? Никакие. Псёк. Всё, у меня нет вопросов больше. Нет, ну а почему, какие артисты меня должны бесить? Ну, к примеру, вот тебя кто-то бесит? Ну, да, конечно. Кто? Я могу тебе сказать. Которые? Которые считают себя выше всех вообще на свете, условно. Вот тебе один из примеров. Одна часть моей работы — это скидывать какие-то варианты сценариев артистам, которые приезжают с утра, ты знаешь. И мы что-то снимаем прикольное для наших соцсетей. И был один коллектив, не буду называть кто, тем более они расстались. Прайм-бенд либо хорошо, либо ничего, правильно? Крю. И я скидываю им 10 сценариев. Вариант? Вот так оператор стоит, всё ждёт. Ребята выходят и такие, мы не будем сниматься. Мы такие, почему? Ну, не хотим. Это займет ровно 5 минут. Я за 5 минут всегда быстро всё снимаю. Да, я знаю, я знаю, ты профессионал. А они такие... Нет, мы не будем сниматься. Ну, у нас все на работе такие, самол забей. Всё, они уходят. Я просто ребятам прихожу. И такой, ребят, мы не будем снимать. Это с камеры такое. Э? Что? Я говорю, ну хочешь, я сниму. Я не знаю. В итоге вот такие пироги. Вот тебе один пример. Мне кажется, это непрофессионализм. Извините, если смотрите. Ну, я не знаю, может быть, там была какая-то объективно другая важная причина, из-за чего они были... О, значит, тебя бесит непрофессионализм. Да. Ты, кстати, об этом говорил, что тебя бесит артисты, которые не доводят всё до конца. Да. Сто процентов, да, ты прав. Поэтому такие... Да, но мне кажется, а кого не бесит... Ну, я не могу сказать, что бесит, но не удовлетворяет, наверное. Любовь Успенская. Да, крутая. Что там у тебя с ней? Ну, мы тоже сотрудничаем. Вот это да. Я когда это зачекал, я такой, блин, прикольно. Я тебе ещё фотку покажу. Мы на дне рождения у неё сфоткались. Я думал, голенькая будет. Да нет. Был у неё на дне рождения пресс-секретарь президента нашего. И у меня почему-то случайно оказалась фотография с ним теперь. Как она в жизни? Офигенная. Офигенная. Вообще, я его очень люблю-люблю. Люблю-люблю. Мы клёво как-то вот с Хеллен Ес снимали ролик у Любы. Типа, Люба такая, добро пожаловать на вписку! Это она говорила? Да. Она знала, что это такое? Да. Ну, естественно, мы прописали тоже сценарий, мы придумали целую историю. Да, и у нас, типа, мы все приходим к Любе домой, и все такие хей-хей, там, выпивают, тусят, она там, добро пожаловать на вписку. В итоге там у них там диалоги некоторые происходят, и в итоге там батл. Она поёт свои песни к единственному нежному, Хеллен Ес что-то там придумывает на ходу, короче, фигня. И тут приезжает полиция, там, и Люба говорит, быстрее, быстрее, отсюда, это не моя хата, это Лёня Агутина. И мы, типа, все-таки убегаем, и в итоге бежит Сайга, правда, погорил под эту песню. Мы собрали всех, короче. Да, бежит Сайга с татаркой ФМ, и такие, типа, она говорит, да ты можешь быстрее бежать, и под эту песню, он, заимал меня, это панда, гепарды уже, я думаю, пошло быстрее. И тут прикольное очень видео, смешно. Сомнеждал, мы весь день у Любы провели, а знаешь почему? Потому что Сайга... Потому что она забыла ключи? Нет. Забыла вас выгнать? У нас, мы чётко, я помню, в два часа дня мы должны были приехать на эту съёмку, там, к Любе, за город, домой. И, блин, я звоню Лёне Сайга, говорю, Лёнь, чё ты, когда будешь? Он такой, Настя, я проспал самолёт, и я в Питере. Я в Питере, а мы, я говорю, а мы, нам час осталось, мы уже едем, как бы, уже в такси едем к Любе. Я говорю, Лёнь, ты чё, алё, быстрее, говорю, вставай, покупай билет, неважно, лети, ну, мы пока другое всё снимем. Короче, в итоге Лёнь прилетел, не знаю, он реально, видимо, или он не понял, что это реально серьёзная, как бы, штука, мы там снимаем несколько видео, причём там с Хелен Езе, с Татаркой ФМ мы снимали отдельные вообще истории. Вот, и в итоге он прилетел прям вечером, и мы что-то там не снимали. Мы снимали, да, и мы его чисто на финалку вот поставили, так, да, было. Блин, круто. У меня такая тема была, Стипа-Стипа. Самое интересное, что я так не говорю, видимо, я реально... Это волнение, во-первых, я это оставлю, кстати, всё, Стипа, имеется в виду наш разговор, потому что у меня был момент, когда я выступал, и я волновался, дико, особенно первые года, на сцене именно, и параллельно... Это тоже была такая история. Параллельно просто анализировал своё выступление, знаешь? Ой, это вообще жесть, вообще-то это всё, это крах. То есть, когда ты выступаешь, у меня сразу два человека. Первый, который хочет выступать, и внутри второй человек, который вот так, знаешь, вот сидит, вот так вот, руки вот так поставил. Ну и что ты тут делаешь? Ну ты же вообще не очень. Ну ты вот посмотри на себя, ты же вообще не артист. И вот главная проблема, чтобы вот этот вот второй человек, он не перебарывал первого, иначе ты будешь уже не серьёзно. А вот это вот всё, откуда у тебя вот этот твой второй человек? Кто тебе это говорил? Навязал, типа. Ну да, наверняка. Из детства, родители? Да и все общества. Во-первых, что ты? Армянин, ты что, клоун? Зачем ты шутить будешь? Иди, я экономический факультет закончил. А я думаешь, нет, тоже экономист. Экономист-менеджер. Поэтому вот мы, блин, сидим, блин. Я тоже менеджер экономики управления на предприятии торговли. То же самое. Поэтому я удивлен, что вот они сидят, вот они, вот они, экономисты. Вот экономист. За шоу бизнес-труд. Поэтому тут важно не анализировать, что тяжело делать. Настюх, спасибо, что пришла. Спасибо, что позвал. Блин, ты живчик, вообще энергии просто выдавливаешь. Да, я прямо ощутил ее. Да, блин, ты делал. Ребеди, если вам понравилась Настя. В евро-Несте, можно в евро, можно в доллар. Подписывайтесь в инстаграм обязательно. А также подписывайтесь на мой канал, именно на ютуб-канал. Ставьте лайк, если вам все зашло. Я буду рад. Комментариям, в общем, все дела. Ставьте колокольчики и всякая такая херня. Спасибо, Настюх. Было круто. Блин, мне впадут, даже было встать, поняли, да? Ну нормально, 12 часов, если что. Он говорит, живчик, и такой, все, я отключаю. Хм... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok